Господи, не приходите ко мне. Я лучше отдохну. Монах, монах. Как хотела мама, так и есть. Все, что-то эти вот курсы, это все полная хинея. Я был очень пухленький мальчик. Я продавал билеты в цирк, в кулаунском костюме. Я думал, господи, как можно было это все потерять с годами. Сложно ли добиться успеха в парикмахерском искусстве? Алгоритм успеха в гостях у Леонида Романова. Алгоритм успеха с Анастасией Микитенко. Ну, во-первых, ты родился в Крыму. Да. Когда я был, ну, пацаном, я учился в художественной школе. Меня мама заставила ее идти в художественную школу. Я страшно не хотел, я ее прогуливал. Детство. Потому что меня заставляли рисовать чайник, яблочко, какую-то ерунду. Так все-таки ты ходил куда-то, да? А почему? Мама чувствовала, что ты рисовал? Моя мама страшная. Моя мама была страшно верующий человек, во-первых. Очень верующий. Она вообще все, что связано с парикмахерским миром, не понимала вообще. То есть даже отвергала. Это не понимала, очень верующий. Она когда-то давно хотела быть парикмахером. Ее устроили в парикмахерскую молодой девчонке, помогая кому-то. И она сказала, что это не ее, что доходят одни проститутки. Когда я ей сказал, что я буду парикмахером, хочу быть, для нее это была трагедия. Потому что она хотела, чтобы я был либо священником, либо кем-нибудь плотником, либо сварщиком. Она меня отправила в художественную школу. Скорее всего, потому что я ее просил и хотел этого. Она это все равно понимала и чувствовала. В каком возрасте? Ну, отправила она меня еще в школьном возрасте. Просто я туда не ходил. Вот в чем дело. А проблема была в том, что я постоянно рисовал куколок с большими прическами. Их прически были похожи на такую луковицу. То есть я вечно рисовал волосы, волны. То есть всегда было лицо и какие-нибудь волны. Это было всегда, оно чувствовалось. Просто никто этого не мог распознать. Моей маме в дневнике писали у вашего ребенка рваные рукава на рубашке. Замените ему. Я в юные годы зарабатывал иногда, знаешь, как на жвачку или на что-нибудь еще. Мне нужно мог кому-нибудь нарисовать какой-нибудь рисунок. Либо я мог кому-нибудь шить какое-нибудь платье для куклы из девчонок. И если где-то меня когда-то мог обидеть, я собирался шиклать с подружек. Они звали других пацанов и их всех били. Я знал просто, как договориться, с кем дружить просто. Понимаешь? Я был очень пухленький мальчик. Прям такой кругленький, пухленький. А сколько тебе лет было? Мне было 15. А так, конечно... Учился ты плохо? Учился я очень плохо. Я страшный двоечник. Я до сих пор пишу страшные ошибки. Мне помогают исправлять тексты в Инстаграм. Особенно, хотя я сейчас уже считаюсь, являюсь инфлюенсером в области окрашивания. Но я постоянно даже там делаю ошибки. Меня все их исправляют. И у меня даже нет аттестата о закончении школы. Но у меня есть институт. Благодаря связям проскочил сразу в институт. В институт Поплавского. Поступил в него, потому что на тот период я уже был парикмахером Года Украины. Меня уже многие знали. И меня взяли, чтобы я просто был. Деньги тратил в основном либо на мастер-классы, которые к нам в город приезжали. Либо я покупал очень много журналов. Скупал очень много парикмахерских книг, журналов. Я много смотрю. Я не читаю вообще. Я даже книги не читаю. У меня только визуально. И вот, когда журнал какой-нибудь есть, я только листаю картинки. Мне очень важно визуально. Я не читаю книги, я смотрю исторические фильмы. Я знаю очень много всего по истории, только из фильмов. Потом залазил в Википедию, что-то мне неинтересное. Могу там что-то поискать. С моего курса только один парикмахер. Из 30 человек два. Я и еще один человек. Девочка еще. Все. Отправная точка. Я начал работать в цирке. Я продавал билеты в цирк в клоунском костюме. У меня был мой куратор. Такая очень красивая женщина. И я ее красил. Она говорит, слушай, как ты круто красишь волосы. Типа так никто никогда мне не красил. А я что, просто брал, мы брали краску и просто ее там как-то мазал, как хотел. Она говорила, слушай, мне даже так парикмахерских не красит. Я все время хотел худеть. И мне сказали, пойди позанимайся танцами. Я пошел заниматься танцами. И в этот момент пришла такая была... Она и сейчас есть куратор крымских парикмахеров. Такая женщина крупная, статная. Вот с такой черной прической. И вот она пришла выбирать себе модели на парикмахерское шоу. У меня были такие же волосы. Она мне постригла каре лезвием за один раз. У меня был мастер-класс. И она мне показала за один раз, как это лезвием срезать. Дала мне в руки цветочек из моих волос. Боже, как необыкновенно это все выглядит. И что мне сделали потом? Мне накрасили макияж. Прям лицо я был похож на женщину. И сделали гофре. И было непонятно, женщина это парень или девушка. То есть было реально непонятно вообще. Я подумал, какой классный этот мир. Я хочу именно в него. И все-таки моя цель была нацелена на театр причесок. Не на парикмахерское искусство. Я не собирался быть парикмахером. Я думал, что я буду делать только шоу-программы. То есть меня это больше всего интересовало. Красивые созданные прически. Я понимал, что она их создает из каких-то накладных волос. Вот как раз потому, что ты ей говоришь арт. На тот период это было очень сложно. Потому что сделать пастижи, это называется пастиж. Это было... Во-первых, нужно найти волосы. Нужно знать техники, как это делать. И я этим занялся. Прям вот четко занялся этой всей историей. Потом только пошел на курсы парикмахерские. Меня определили в один салон. И потихонечку я начал свою карьеру. Но она меня не взяла к себе ученики. Лилия Иванова показ. Почему? Она мне сказала такую вещь. Типа, у тебя нет столько денег. И когда я получил парикмахер года Украины, она присутствовала там же в Киеве, и она всем говорила, это мой ученик. Ну, тебе это льстило. Ты знаешь, мне это льстило, конечно. Потому что я, конечно, в первую часть времени долго боролся всем что-то доказать. Что я один из лучших. Я лучший, я лучший. Я могу и так. Я могу так, как никто не может. Значит, смотри. Я все равно считаю, как бы там ни было, ее одним из главных толчков в своей жизни, который мне хотя бы показал, что это есть в мире, и это то, что я хочу видеть. Я за это ей очень благодарен. Я ей благодарен, что она в то время мне отказала в своих курсах, сказала, что мне не хватит денег. А я пошел на курсы, которые были от государства, на которых я, даже такой момент, я этим не кичусь, но, видимо, доля тщеславия была всегда. Если на курсах люди сдавали по 2-3 прически, там стрижка, окрашивание, там либо женская стрижка, мужская стрижка, то у меня был показ из 12 моделей. Парикмахерская, которая находилась возле машины. Черт, вот там рядом дверь просто, и туда заходишь, и там, ну, как понимаешь, я очень правильно сделал. Там я просто рубашил всех, как мог, а в салоне в хорошем меня устроили ассистент, ну, как ассистентом, помощником. А там награлся. Моей подруге сейчас, которая просто моя, вот, одна из лучших подруг, она была моим учителем. И когда меня к ней привели, она говорит, боже, я думала, что я застрелюсь. Я думаю, мне придется из-за тебя, я иди в библиотеку. Ты столько задаешь вопросов и спрашиваешь, как бы, я даже не думал, что такое может быть. И вот когда я уже работал там, спустя там год, да, у меня было так вот заложено все косметикой, стайлингами. Да. Когда у них могло быть два или три пузырька. Они не понимали, зачем это все нужно. А мне хотелось все смешивать, пробовать текстуры. То есть вот это вот, расчесок должно было быть у меня три или четыре такой вот, ну, как коробки. Даже сейчас, понимаешь? Это я сейчас заставляю, чтобы, нет, не буду покупать ничего. То есть это вот все время покупать новые расчески, новые стайлинги, новые стайлеры. Это очень важно. Смотрю, не было у тебя момента, что ты там, типа, воровал клиентов или как-то переманивал? Ты такого не? Они сами приходили? Нет, у меня такого не было. И есть такая черта у многих мастеров, они прозванивают, говорят, вам пора прийти к нам ко мне постричься. Да, да, да. Я иногда думаю, господи, не приходите ко мне. Я лучше отдохну. Но это сейчас. Нет, и раньше тоже так было. Москва. Я приехал в Москву без денег. То есть я все тратил, тратил, тратил. Ты к кому-то приедешь в грех на Москву? Нет, я снял квартиру. Я съездил в Академию Долорес. Это одна из престижных академий в России. Попал в хорошие руки. А как Саня Адрианова, это очень известный мужской мастер. Она заметила меня как харизматичного мальчишку. Я, конечно, вообще такой очень стройный, красивый, такой хорошенький этот период. Сейчас я понимаю, что он, правда, очень хорошенький. Я думаю, господи, как можно было это все потерять. Но я ничего не жалею. На самом деле, многие, кто меня знают, говорят, Леня, ты сейчас классный. Вот ты толстый. Ты кудрявый. Это все, чего я всегда боялся. Бородатый. Бородатый. Хотя я всегда раньше брился. Идеально, чтобы мне было видно волос. Делал легкий мейк. Носил шаньоны. Красил белые волосы. Всегда их выпрямлял, чтобы, не до его ха, они не были кудрявыми. Всегда был на диетах, курил много. То есть, поищешь волосы? Мои волосы, да. Да, теперь мое, все мое, кудрявое. Вот, то есть, я все время, от чего я боялся, сейчас я к этому пришел. То есть, я через лет пять встречаю Людю, а Людю уже борода так кудрявое тоже в жизни. Мана, как хотела мама, так и есть. Когда даже были все эти конкурсы, все мои начало карьеры, я был весь в стразах. Я ходил там в сапогах. Была такая мода еще такая была. Я говорю, эпоха Сергея Зверева, когда все вызывающие, с макияжем, все ярко. Это мечта многих попасть в Академию Долорус. Вот тебя пригласили, вот моя мечта осуществилась. Для кого-то это вообще может быть мечта. Это не была моей мечтой. Я просто понимал, что да, я хочу быть здесь. Я приехал своим портфолиумом, я приехал уже звездой. Приехав в Москву, это у меня уже прошло к тому периоду. Но изначально, когда я был в Крыму, мне хотелось всем именно доказать, что я один из лучших. Ты не найдешь сейчас мастера, в основном, который делает все. И красит, и стрижет, и делает макияж. Может, что-то еще готовит, какие-то съемки делает. Все разделились. Кто-то только стрижет. Кто-то только мужиков стрижет. Ну а ты все делаешь. Я все делаю. Почему я, допустим, начал сам снимать фотографии? Почему я начал сам снимать какие-то видеоролики? Это все бывает от нехватки денег. Потому что ты иногда думаешь, что ты некоторые вещи можешь сделать сам лучше. Отчего я начал шить в свое время? Шить эти костюмы все. У меня вот эти все первые коллекции, они все с моими костюмами. Потому что у меня не было денег на костюмы. Кстати, свой конкурс, который я выиграл парикмахер года Украины по длинным волосам, по прическам, он был создан полностью на моих костюмах. Я прямо понял, что это нужно выкроить вот так, это вот так, а это лучше положить на человека, это вырезать, тут закрепить, тут шить. Так, блесок не хватает, ко мне нет денег, буду руками шить бисером. В 2007 году я выиграл первое место в Екатеринбурге по наращиванию волос. Я считаю, эта победа была больше даже тотал-луку. Тогда они говорили так, прям тотал-лук в 2007 году, что это как бы полный целостный образ. Но мне вот тогда тот период и казалось, что я вижу прическу, я ее сделаю. Но вот здесь должен быть другой костюм. И я сам за несколько месяцев сшил этот костюм. Костюм у меня было все расшито пайеткой в цвет волос. Был огромный, то есть вот то, что я сделал в свое время в Крыму, все эти наработки я соединил вот в эту работу и за счет этого я выиграл первое место. Кумир Леонида Романова. Был период вообще Сергея Зверева. А, да, да. И я его уважаю до сих пор, что я считаю, это легендарный человек. Это была реально его огромная эпоха. И в этот период как раз он создавал вот эти все красивые шоу, все. Конечно, мне хотелось быть на одном уровне с таким человеком. Я с таком с ним. Сейчас ты считаешь, что на том уровне? Сейчас я считаю, что все немножко по-другому вообще. Я считаю, что больше нет и не нужно нам царей и королей в нашей сфере. Деньги. Я трачу деньги очень сильно. Если не секрет, сколько стоят твои услуги на мастер-класс? 200 тысяч. А в месяц вот если по салоне сколько ты зарабатываешь? Ты на твой доход. Ну, как бы вообще это считается у нас коммерческой тайной, но в принципе здесь ничего такого. Я думаю, что от 300 до 500. Ну, ты как считаешь? Это вот хороший доход по салону? Я считаю, это очень хороший доход. Это нормальный доход. Плюс все-таки я все равно являюсь владельцем. У меня как бы еще есть доход от салона все равно. Но я скажу тебе честно, у меня вечно не хватает денег. Когда меня приглашают не от стороны лореаль-профессионеля, а приглашают другой стороны, мне спрашивают, что будете без вам бизнес-класс? Я всегда говорю, вы знаете, лучше пустите деньги на мой гонорар, чем я полечу к каким-то бизнес-классу. У меня нет потребности к бизнес-классу. Когда мне говорят, что вам отель, я тоже говорю, вполне нормально, чтобы было чисто аккуратно. Главное, чтобы было все круто устроено на мастер-классе. Такие, как мой салон, выживают за счет какой-то личности одной. Либо это какой-то чей-то муж, либо это чья-то жена, либо это дебильный мастер, неважно, кто он, парикмахер, маникюр, там что еще, который содержит свое детище. Вот как я. Друзья и связи. У меня очень много хороших друзей было по жизни. Почему было? Ну, ты знаешь, они все уходят. Они, многие считают меня, что я ими воспользовался и зазнался. В основном, я их всех люблю до сих пор, я с каждым готов поддерживать отношения. Но ты знаешь, после выхода фильма, что самое интересное, только самые близкие такие вот люди, которые со мной когда-то общались, и дружили, написали самые негативные отзывы. И я считаю, что вообще вся наша жизнь за счет связей и друзей. Ну, во-первых, я тебе хочу сказать, что я никогда не отрицал, что у меня нетрадиционная ориентация. И у меня всегда, во-первых, это пошло, как говорится, о том, что я нетрадиционной ориентации. Мои все родственники знают с 13 лет. Ну, а как это, как они это воспринимают? Моя мама, будучи очень, как бы, опять же, верующим человеком, набожным, она не знала, что делать, как это вообще такое, как она узнала. Она нашла мой дневник, прочитала это все. А, ты вел дневник? Я вел дневник, да. У меня была такая история, больше после этого, когда она его нашла, никогда не вел. Видимо, у меня фантазия очень бурная, очень яркая, бурная фантазия. Могу картинки представлять, могу, допустим, фильм смотреть, уже концовку свою представить, и могу уже уходить с кинотеатра, у меня своя концовка уже была. Вот, конечно, это, видимо, так же все описывал в том дневнике. Конечно же, это все, что там написано. Она собрала всех своих, всех наших родственников, у нас их немало в Крыму. И вот я один из этих родственников, она всем это пришла, что с этим делать? Боже, и что было в этом? Мне было стыдно в тот день, но после, на следующий день, мои все родственники, все знали об этом. Не надо было ни от кого прятаться. Не надо было никому скрывать. Конечно же, это не то, чтобы я там на показуху живу, нет. Просто это было всегда. И вот то, что касается семейной жизни, у меня всегда были партнеры. У нас были долгие отношения. Одни мои отношения продлились 13 лет, другие отношения продлились 8 лет. Сейчас у меня новые отношения, 4 года. Это как муж, он помогает тебе, как в любой гитаруциальной семье. Это твоя опора, это твой помощник во всем. Как вот говорят, знаешь, там и любовник, и подруга, и плечо. Все точно так же. Все как в учебных отношениях. Будущее маэстро. Мне сейчас 39 лет. Вот. И когда мы снимали мой первый там один из роликов, мне спрашивали, сколько вам лет. Я говорил, мне 35. Я говорил, это только начало. Так я могу сейчас сказать, когда мне будет 40, это только начало. Я не считаю, что я добился каких-то колоссальных успехов в своей карьере. Хотя все вокруг об этом говорят. Я считаю, что я где-то вечно где-то недооценен. Я часто это считаю. Но все говорят, да ты имей совесть. Все вообще как бы круто. Ну как бы наглость. Это уже наглость получается. А мне все время кажется, что меня кто-то куда-то задвигает. Мне все время кажется, что кто-то вечно мной недоволен. Либо какие-то козни мне строят. Это все нормально. Это нужно все. И наоборот, может быть, это все меня и бодрит, чтобы я все время бы хотел быть лучше и лучше. Скажи, а вот каких ты вершин хочешь? Ну, что тебе дальше? В чем тебе тормозят? Знаешь, мне кажется, мне даже будет страшно, если вдруг это все закончится. И я перестану об этом думать. И тогда я перестану мне как-то что-то творить. У меня в целях только одно. Я хочу создать для своего бренда. Во-первых, я хочу создать историю своих салонов. Это для меня очень важно. Хочешь в мировой или чисто в России? Я хочу международный, конечно, уровень. Очень хочу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!